Всем привет! Вы на канале Леди Лайф. В сегодняшнем видео, как я и обещала, будет идти речь о сене. Сейчас я расскажу, о каком сене будет идти речь. Я купила в одном магазине сено. Я вам уже про него рассказывала. Вот такое сено. Называется Зверьё Моё. Отборное с люцерной. Вот такое сено. И моим шиншилам это сено очень понравилось. Смотрите, здесь бывает с крапивой и с клевером. Состав тут ничего не... А, вот состав. Луговые травы и люцерна. Значит, здесь в составе не написано, сколько процентов, да? Сколько процентов сена, сколько люцерна. В общем-то, я почитала на сайте, и получается, что луговых трав 90% и 10% вот этих добавок. Либо люцерна, либо крапива, либо там что еще, клевер. Сделано в России. Ну, это сено мне понравилось тем, что... Точнее, не мне, но мне тоже. Ну, моим шиншилкам, да? То, что оно, знаете, такое зелененькое и достаточно плотное. И они его очень хорошо кушают. Вот. Ну, сейчас я покажу, что я купила еще какое сено. Вот. Смотрите, купила я еще три вида сена. То есть, одно сено, вот это с крапивкой, с клевером. И вот это у нас яблоко с морковью идет. Вы знаете, я в магазинах такое сено не наблюдаю. По крайней мере, у нас. В других городах, где города побольше, может, конечно, есть такое сено. Но в нашем городе такого сена не было. Вот в единственном магазине и единственный пакет, который я забрала, это вот было вот это вот сено с люцерной. И больше там этого сена нет. Стоит такой мешочек 150 рублей. В таком мешочке 500 грамм. Значит, где я нашла, это сено? Я зашла в Валберес. Раньше было там вот такое сено с добавками, но я как-то не заказывала, да, не старалась через интернет заказывать. А теперь, когда я купила один раз, да, вот этот вот, вот это сено с люцерной, да, попробовала своим шиншилкам, дала. Им понравилось. И как раз зашла на Валберес и смотрю, там хороший был ассортимент. И говорю, дай-ка я куплю как раз про запас своим шиншилкам, потому что все равно зима, своего сена у нас нету. Будем летом заготавливать больше, да, вот этих всяких одуванчиков. И вообще сено, и все-все, крапивку надо заготавливать больше. Так как у нас ничего нету, будем пользоваться этим сеном. В общем-то, как я и сказала, значит, чем оно понравилось. Во-первых, цвет. Видно, что это сено прям такой, знаете, ну, свежачок. Оно прям пахнет действительно травами. Зелененькое. И пахнет оно очень хорошо. И шиншилки, главное, его едят с удовольствием. И, как я сказала, значит, находится здесь 90 процентов основного сена, да, луговые травы, и 10 процентов добавки, то есть крапивы. Это у нас идет с клевером. Даже вот с клевером, мне кажется, интересно, они из одинаковых или из разных этих? Здесь позеленее даже сено идет, чем там. Здесь позеленее, но она более травянистая. Ну, в общем-то, это что у нас тут под листочек? Непонятно, да? Ну, в общем-то, клевер тут наблюдался. Я уже своим шиншилкам давала. Клевер тут у нас есть. Даже вот, смотрите, цветочки клевера есть. Ну, в общем-то, 10 процентов не так уж много, да. Хорошо, конечно, если есть у кого свои добавки, да, глицерна, все это добавляется. Это очень хорошо. Но у меня нету. И, в принципе, я даже, знаете, покупала не из-за вот этих добавок, потому что их там всего лишь 10 процентов, там их очень мало. А из-за самого вот это вот качество. Зелененькое, пахнет свежим сеном. Достаточно такой хороший. Вот это вот, значит, с яблоками и морковью. Тут, видите, морковочка присутствует. Получается 5 процентов моркови и 5 процентов яблок. Ну, в принципе, яблоки, морковь, это можно добавить самим, да. Но что? Но мне все равно нравится вот эта сена. И знаете, мне что нравится? Когда оно в другой упаковке, то есть такое прессованное, да, его неудобно доставать из этого мешка. Тянешь, 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 тянешь. А сюда, вот, залезла я рукой, взяла, и все замечательно. Запах вообще классный, конечно. Вот даже вот я на расстоянии вот чую прям такой запах сена, прям тройное сено. Классный запах. Вот, залезла вот так рукой, достала сколько надо, и красота. А вот это вот сено, которое такое прессованное, да, тянешь, тянешь, тянешь из него. Оно и дешевле, конечно, но все-таки нам понравилось вот такое сено в таких мешках. Поэтому у кого нет своего сена, кто не запасся своего сена, вот я рекомендую покупать вот такое, в таких больших мешках. Ну, а там смотрите сами. Просто я вам рассказываю, да, что мы попробовали, что попробовали мои шиншиллы, и делюсь своими впечатлениями, да, рассказываю вам о качестве этого сена. Ну, в общем-то, нашим шиншиллам понравилось. Едят с удовольствием. Ну, насчет добавочек, конечно, если у вас есть эти всякие добавки крапива, да, вот это всякие листики, малинка, конечно, можно добавлять в сено. Я уже в прошлых видео рассказывала, что можно добавлять, да, в сено. Ну, в принципе, все можно добавлять, чтобы шиншиллам было интереснее, вкуснее кушать. Но в этом видео я просто рассказываю о качестве самого сена, не о добавках. Ну, конечно, ассортимент вот этой добавки тоже мне понравился. Ну, там все равно мало этих добавок, да, 10%. Но все равно я вам рассказываю о качестве, самом качестве этого сена. Как оно ароматно пахнет, какое оно зелененькое, свеженькое. Вот, и смотрите, когда покупаете сено в магазинах, да, вы смотрите срок годности, когда было это сено упаковано и все такое. Потому что все-таки старое сено, есть старое сено, да, свежее есть свежее. Ну, в общем-то, вот такой вот небольшой обзор моей находки, да, какое я приобрела сено. Пользовались мы раньше тоже сено, которое называлось «Зверье мое», но в других упаковках оно было такое прессованное, да, нежели вот так вот розы бил в этих мешках. И в этих мешках мне нравится больше. Если то сено стоит рублей 80, вот в тех мешках, которые прессованы, то вот это сено стоит 150. Хорошая, зеленая, вкусно пахнущая сено. На этом я заканчиваю свое видео. Смотрите, когда вы приходите в магазин, вы смотрите сами на качество, да. Главное, чтобы было сено зелененькое и достаточно плотное. Поэтому, вот, в принципе, я, наверное, купила вот, на первый взгляд, хорошее, да, красивое сено. А вы, может быть, пойдете в магазин, увидите такую упаковку, а там окажется какое-нибудь совсем другое сено, да. Купите, а потом будете ругать меня, что я вот порекомендовала такое сено. Вы смотрите сами, что берете. Главный показатель – это и зеленое красивое сено, и плотное. На этом я заканчиваю свой рассказ про мою такую находку хорошую, которая понравилась моим шиншиллам. Увидимся в следующих видео. До новых встреч. Пока-пока.